Дальше поговорим о серьезной теме. На этой неделе в России правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Случилось это на фоне озвученных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении конституции страны. Какая политическая игра ведется и что может последовать за отставкой российского кабинета министров, мы спросим у политолога. С нами на прямой телефонной связи старту Кармой Тюр. Доброе утро. Доброе утро. Что вы скажете о событиях в России? К чему это все? Что задумал Путин? Что думает Путин, этого я точно не знаю. Я у него в голове не сижу и во ближнем окружении тоже. Но что касается очень такой частой спекуляции, что Путин может быть сейчас хочет сам стать снова премьер-министром, то я думаю, что вот это неправильно. Потому что это, ну, скажем так, премьер-министром нынешней России это скорее такой домоуправляющий. Человек, кто должен заниматься довольно такими техническими и в этом плане скучными делами. там латать дороги, чинить крыши, там найти деньги для какого-нибудь, для какой-нибудь школы и так далее. И тем более, что в новой конфигурации это премьер-министр должен будет еще, ну, как-то заниматься вот этими политическими партиями, которые будут сидеть в Думе. И это ему точно не интересно. Владимиру Путину интересно заниматься такими большими геополитическими проблемами безопасности и так далее. Для этого место премьер-министра точно не пройдет. Наверняка он придумает для себя или какой-нибудь новый пост, или пересяди какой-то на старый пост, который переоформят от него, чтобы вот именно он не должен бы заниматься всем тем, чем ему уже давно надоело. Но зачем ушло это старое правительство в такой спешке? Это скорее акт такой чисто символический, для того, чтобы подчеркивать, что вот все, вот с этого дня, после того, как Владимир Путин так очень торжественно высказал все эти новые идеи, вот теперь все будет по-новому. Даже правительство у нас будет новое. Так что это скорее вот такой политико-логический, символический акт. Ну а как можно прокомментировать назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра, которую, собственно, депутаты Госдумы поддержали? И что это за человек? Он же практически никому не известен, широкой аудитории так точно. Ну как ни удивительно, что Госдума поддержала идею Владимира Путина. Ну да, естественно, они поддержали. Что можно сказать о новом премьер-министре? Тут два таких, может, не принципиальных, но все-таки, опять же, вопрос о восприятиях. Во-первых, это то, что Мишутин человек непаркидный, за ним не тянется такой хвост негатива, который в последние годы все больше и больше прилипло к Единой России. И к другим официальным партнерам точно так же. И, во-вторых, он человек из налоговой службы, который сумел наладить систему сбора налогов так эффективно, что это примерно приблизительно такая же сумма, где-то 500 миллиардов рублей дополнительного сбора налогов, это примерно такая же сумма, которая может покрыть все эти обещания, которые нам задавал Владимир Путин на свои речи. Все эти обещания поднять всякую поддержку и платить больше зарплаты и так далее. У этих всех обещаний всегда есть ярлык или ценник, и этот ценник тоже примерно 500 миллиардов рублей в год. Так что выбрали туда на это место такого технаря, человека не политического, но зато знающего, откуда брать деньги на то, что наобещал Владимир Путин. Спасибо, Карма Тюр, политолог из Тарту, был с нами на прямой связи.